Ребята, всем большой привет! В этом видео я вам хочу рассказать про топ-5 самоделок для ловли карася. Это будут кормаки, дальники, убийца карася и флет-снасть. Также будет пробка. Я вам расскажу, в чем их преимущество, в чем недостатки. Я ловлю очень много лет на кормаки, но ловлю карася, карпа, и поэтому могу вам сказать, какая снасть лучше, какая хуже, из своего опыта лично для меня и в моем регионе по моим водоемам. Сейчас я нахожусь вот на пруду и решил вам снять такой ролик, потому что вы меня спрашиваете, Серега, когда рыбалка на кормак, когда рыбалка на флет, и вы также спрашиваете, в чем разница. Вот именно сейчас я вам хочу рассказать. Хочу сразу обмолвиться, что все оснастки, которые будут использоваться в данном ролике, они все будут довольно бюджетные, и сделать их своими руками, собрать сможет каждый человек. И первая снасть, это снасть всеми вами любимая, убийца карася. Вот она в купленном варианте из магазина. Вот так она выглядит. То есть здесь на конце груз есть три кормушки, между ними большие бусины и отводки, отводные крючки сделаны на таких вот проволоках, ну как бы антизацепах, можно сказать. Дальше идет довольно-таки массивный суровый крючок и, ну, хорошая плетеная нитка, которая его держит. Вот такая снасть, вот так вот она выглядит. Вроде бы здесь нечему запутываться, все сделано довольно аккуратно, но сейчас расскажу о ее минусах. Короче, ребят, у ЖК она была поклевка такая мамантическая, именно на убийцу карася, да? Вот она, настоящая убийца, на кукурузу, ребят. Данная снасть имеет очень много недостатков, но она хорошо ловит на платных прудах, где рыбы большое количество и берет она практически на любые плавающие насадки. Сейчас я вам расскажу про ее положительные характеристики. Плюс в том, что здесь три кормушки, они на достаточно длинном расстоянии друг от друга, и вы можете сюда прицепить, наживить кашу в них и прицепить три разных насадки. Вот, пожалуй, плюс и в этом заканчивается. Что говорят, они не путаются, ребят, путаются, они еще как. Видите, вот крючки бывают заворачиваются, и это не самая хорошая снасть. Она к нам пришла из Китая, и почему-то наши рыболовы на эту китайскую снасть все бросились и начали рыбачить. Но хочу сказать, что она имеет очень много недостатков. Первый недостаток, она очень грубая. То есть, вот эти металлические отводные поводки, которые сделаны таким образом, чтобы она не путалась, они придают снасти большой грубости. Когда рыба аккуратная, и если это водоем бесплатный, а не какой-то платник, никто, она клевать особо не будет. Этой снастью хорошо ловить, если вы сюда цепляете плавающие насадки, то есть, либо какой-то попкорн, бойл плавающий, что-то такое. Тогда ловит хорошо. Если вы цепляете сюда крючок, кукурузу или что-либо другое, то рыба уже будет бояться. Эту снасть, если монтировать, то нужно ее переделывать. Все вот эти грубые крючки, поводки цеплять на монолеску, бусины делать совсем по-другому, чтобы рыба не боялась во время того, когда подходит. А так, эта снасть, ну, в моем рейтинге, можно сказать, на последнем месте, из-за того, что она, ну, честно говоря, малоэффективная. Да, я не спорю, есть водоемы, где снасть убийца карася ловит очень здорово. Много людей на нее рыбачить довольно хорошо. Но, опять-таки, повторяюсь, в разных регионах по-разному, в моем случае именно так. Потому что за счет вот этих грубых крючков она ловит не совсем хорошо. Как я вам сказал, надо все это переделывать на тонкую, осторожную монолеску, крючки цеплять меньшего размера, и тогда будет эффект совсем другой. Видите, в ступке, вот, коровки заходят сюда, ну, они свое дело делают. Ну, карась есть карась, он проживается, только в любом болоте проживается карась. И вот он здесь крутится, а глубина здесь, вот, детворан купается здесь, вот, по поясу глубина, ну, метр. Следующая снасть, это снасть пробка. Она бывает самодельная, бывает покупной, и она сделана по принципу макушатника. На такую снасть лучше всего ловить карпа, нежели карася. Если карася, то только карася большого размера. Это снасть по принципу соски, то есть соска, пробка, макушатник практически то же самое. Смысл в чем? Сюда набивается каша, вонзается много крючков, там, 3, 4, 5 крючков, и она, как бы, сама подсекающаяся. Она падает всегда грузом вниз, и каша вверху получается. Да, снасть довольно-таки эффективная, она не спортивная ни в коем случае. И на нее увидеть поклепку, ну, можно увидеть, да, когда рыба уже сама подсеклась. То есть на такую снасть достаточно хорошо, эффективно можно рыбачить, ребят. Я вам ее рекомендую. Ее можно сделать как своими руками, так же можно купить уже готовую. Но, опять-таки, еще раз хочу сказать, что если покупаете готовую, чтобы не было как с убийцем карася, нужно все элементы переделать, чтобы не было грубой нитки, грубой веревки, больших таких огромных крючков. А надо сделать все культурно и осторожно. Снасть пробка, либо макушатник сделана следующим образом. Это пробка с большой бутылки, с 5-литровой, снизу груз, и она всегда у нас падает вот так. Сюда набивается плотно каша, к ней привязаны отводные крючочки. Вот они, в эти крючочки вставляется насадка, череп, плавающая насадка, что угодно, и монтируется сверху в кашу. Снасть довольно эффективная, снасть по типу макушатник. Ну да, смотри, ты мешаешь, да, Жека? Смотри, она уже рот подкрывала, уже ждет по каким-нибудь. Ребята, он без прикормки. Следующая снасть для Лоли-Карася из закидушек, это кормак. Кормак называют многие снасти, многие оснастки и многие пружины. Пружины бывают очень разные, бывают тяжелые, с грузами, без грузов. Я все-таки вам рекомендую пользоваться пружинами, либо с небольшим грузом, потому что основной вес это каша. И обязательно пружинка должна быть скользящей. Я вам сейчас подробно покажу, как выглядит кормак. Я его специально не переделал. Этому кормаку уже более пяти лет. Он у меня на этой удочке, я уже на них не ловлю, уже ловлю на другие оснастки, про которые я вам расскажу немножко дальше. Но если вы начинающий любитель, то вам этот кормак будет, будет приносить большой эффект и большой улов на рыбалке. Снасть кормак выглядит следующим образом. У нас идет основная леска, к ней вот привязана кормушка скользящая, пружина внутри с грузилом. Она может быть любой формы, любого размера. К самой кормушке, вот вы видите, вверху я привязал глухой поводок, где-то с отводом сантиметров 7-5. Обязательно, ребята, сделайте такой отвод именно на самой кормушке. Дальше все стандартно. У меня идет очень грубая бусина, такая вот грубая бусина, вертлюг и поводок сантиметров 10. Многие рыболовы считают, что вот этот отводной верхний поводок делать не стоит, что на него ты не увидишь поклевку. Ребят, я вам еще раз говорю, по принципу снасти соска. Все поклевки будут видны. Карась, когда подсечется, дернет. За счет того, что этот поводок здесь, возле кормушки, напрямую кормушку можно загнать туда, вот так крючочек, то получается у вас, карась подходит ей здесь, этот поводок дальше, и первым делом он обращает все свое внимание на вот этот именно ближний крючок, и на него будет клевать. Поэтому я вам настоятельно рекомендую сделать отводной поводок, и у вас будут поклевки с самоподсечкой. Поклевки будут мощные, вы их будете видеть, и именно за него будет клевать. Есть много вариантов кормаков, но я все-таки пользуюсь именно вот этим, и за все годы, так сказать, моего детства, я ловил на такой кормак, ловилось лучше всего, лучше всего. Снасть осторожная, где-то леска 0,35. Основная поводки 0,25, 0,2 можно делать, смотря где вы ловите. Тонкие поводки делать не стоит, потому что тонкие поводки будут сильно запутываться. Леска должна все-таки быть немножко толстенькая, чтобы они вот так вот отдельно лежали. Но в то же время они достаточно толстые и грубые. Как видите, крючки здесь тоже у меня не очень большие. Для карасика они как бы в самый раз и на них здорово ловятся. То есть для кормака можно брать любую телескопическую удочку длиной 2,5-2 метра, любую катушку, грубо говоря, ну и леску для того, чтобы рыбачить. Также существует очень много видов разнообразных кормушек, пружин, которые можно использовать для кормака. Есть вот такие вот кормухи, в них очень плотно набивается корм. Он в них долго хранится, он практически не высыпается. Но за счет вот этих вот верхних отводных вот спиралей, таких вот дугообразных, да, не очень хорошо крючки себя ведут. Боковые крючки будут запутываться довольно часто. И такая масса корма, как мне кажется, такой объем не совсем эффективный. Тем более во время перезаброса он будет оставаться на внутренней пружине, а основная часть будет слетать. Поэтому я бы убрал в сторону просто эту кормушку. На мой взгляд, лучше всего себе рекомендуют кормушки вот такого плана. Обычная пружиночка, вот внутри сгрузила, либо без. Потому что основная масса кормушки будет у вас за счет вашей каши, которую вы сюда будете трамбовать. Во время вымотки вам, наоборот, здесь нужно, чтобы не было у вас веса, чтобы кормушка как можно лучше выходила с воды. Поэтому либо с маленьким грузом можно купить такую кормушенцу, либо вообще без груза, чисто вот саму кормушку пружину. Перед тем, как перейти к следующей снасти, довольно правильной, можно сказать, спортивной и очень уловистой, я хочу вернуться к кормакам. Друзья, кормак – это та снасть, на которую я начинал рыбачить. Вот эти боковые крючки, которые возле самой кормушки, про которую я вам рассказывал, про которую было очень много дискуссий у меня на канале, и многие рыболовы говорили, что Серега, на них не будет видно поклевки, они неэффективны. Я вам хочу сказать, что основная масса поклевок происходит именно на боковой крючок, который привязан к самой кормушке, их четко видно по удилищу, и эти отводные поводки лучше всего работают, потому что они непосредственно возле самого корма, возле самого источника, там, где питается рыба, а сам другой отводной поводочек уже немножко дальше. Поэтому кормак, на мой взгляд, одна из самых эффективных самодельных снастей на сегодняшний день. Делайте ее сами. Есть кормаки с металлическими коромыслами, какие-то там отводные поводки идут. Да, это все работает, если вы ловите на каких-то платных прудах, где очень много рыбы, и она жрет все подряд. Если вы на обычном пруду выехали половить, порыбачить на карасика, то я вам просто рекомендую использовать, как я вам уже сказал, кормак самодельный. В общем, следующая снасть – это флет-кормушка. Флет-кормушка и флет-способ ловли. Я на эту снасть ловил в том году много рыбы. Карась, карп, белый амур цепляется. И эта снасть довольно правильная. На этой снасти всего лишь один крючок. Грубо говоря, эта снасть берет свое начало с тех же дедовских времен, когда был макушатник, пробка, про которую я вам рассказывал, и эффективность ее та же. Но здесь всего лишь один крючок и поклевка. Если происходит, то вы ее обязательно видите, эту поклевку. И подача самой насадки идет очень здорово и очень правильно. В снасти пробка тоже идет все хорошо, но там могут быть зацепы, может подпутываться, и там все-таки дело больше на самоподсечке идет. Здесь же самоподсечка, возможно, только в нескольких вариантах. Я вам сейчас обо всем расскажу. А так эта снасть очень правильная и ловит рыбу на сегодняшний день очень эффективно. Я использую именно флет-кормушки и флет-метод для того, чтобы рыбачить и ловить карася именно сейчас. Особенно это эффективно при фидерной ловле, когда вы не используете никакие сигнализаторы, поклевки и тому прочее, а сидите как на леща, смотрите на фидер, и большое удовольствие, тихо, осторожно ловить карася именно на флет-методной кормушке. Итак, флет-кормушка. Вот у нас идет основная леска. Здесь есть такой силиконовый, как бы сказать, отводик, который не дает кормушке путаться. Вот здесь у вас идет карповая леска, либо что там у вас, плетенка, любая леска, что вы хотите. Идет на крови вертлюжок и поводок. Длина поводка, ребят, сантиметров 7-8 должна быть, до 10 я вам рекомендую. Сюда цепляется, как правильно, либо поп-ап, либо попкорн, как его называют, сушка, либо плавающий бойлик, либо я даже цепляю обычных червей навозных, опарыши клюет очень здорово. Смысл в том, что у этой снасти весь корм сверху лежит, и насадка непосредственно монтируется, именно вот так сверху прижимается в корм. Я вам не раз это уже показывал. Очень здорово летит, очень здорово ложится, и всегда эта кормушка падает грузом вниз. Вот так вот. То есть получается очень правильная и суперэффективная подача вашей приманки. Когда рыбка подплывая, здесь корм, он слегка раскисает, и сверху на этом пятне вашего корма лежит крючок с вашей насадкой. Это получается очень круто. Сейчас у меня вариант глухой оснастки. Здесь в разных кормушках по-разному есть конусообразное вот это отверстие, и когда ваш вертлюжок туда входит, получается, за насчет вот этой вот натяжки, он там плотно фиксируется, и у вас, чтобы ее вытянуть, надо приложить, ну, достаточно сильное бывает усилие, чтобы он вышел отсюда. Вот это вот и будет глухой вариант оснастки. Когда вы не будете видеть вот этот вот скользящий эффект, он пропадает. Если же вот сюда вот поставить бусинку, именно вот это место, вот сюда прицепить бусину, то у вас, ребят, получится скользящая оснастка, которая будет все время скользить, и вы будете видеть каждую поклевку четко по своему фидеру, либо по своему дальнику, кормаку. Для таких кормушек, флэкфидерных, существует очень много разных пресс-форм. То есть, корм туда набивается именно с помощью пресс-формы, ваши руки остаются чистые, и получается правильная форма и правильный объем корма. Потому что, если в эту кормушку напихать очень много корма, во время полета он просто часть отпадет, должен быть такой бугорочек корма, как сама кормушка, чуть выше пластиковых ее изгибов. Сейчас я вам покажу, в чем разница между пластиковой и силиконовой формой, и какую форму выбрал я. Флэт-кормушки практически все одного размера, но есть небольшая разница. У них, допустим, вот две кормушки по 40 грамм, вот эта вот слегка меньшей формы, вот эта вот чуть-чуть больше. Я бы все-таки взял ту, которая чуть-чуть больше, ребята, она мне почему-то больше нравится, вот именно ее внешний вид. Формы бывают силиконовые, вот такие вот, и бывают пластиковые. Пластиковая форма мне не очень нравится, потому что кормушки в них не очень хорошо ложатся. Бывает по-разному, она плохо корм прессует. Силиконовая намного мне приятней. То есть мы берем, сюда накидываем корм, берем кормушечку, вкладываем вот так вот, поджимаем плотненько, и весь корм у нас остается в кормушке. Но, впрочем, я вам хочу сказать, что мне формами тоже не всегда удобно это делать. Мне даже быстрее на рыбалках было в некоторых случаях, когда правильно увлажнена ваша прикормка, просто взять ее вот так вот, прилепить на кормушку немножко, и все. Держится она офигенно, лишняя часть, получается, нету. Вот так рукой сжали, рука упирается как раз в эти ребра, и здесь остается такой слой, именно тот, который вам нужен. Вот, впрочем, и все, о чем я вам хотел рассказать. На мой взгляд, самые эффективные снасти на карася, если бы рыбачил я, я бы использовал флет метод, это на первом месте, с одним крючком, это очень эффективная снасть, мне она очень понравилась. И вторая снасть, конечно, старый добрый мой кормак с отводным поводочком коротким, привязанным именно к самой кормухе. Вот это две снасти, которые я бы использовал для ловли карася на диком, на платном, на любом, на любом, в принципе, пруду. Если речь поишла о карпе, о крупном карпе, я бы использовал флет метод без раздумия. А так, если карась, то там уже можно поколебаться, либо кормак, либо флет метод, в зависимости от того, как вы хотите ловить, как вы хотите ловить рыбу. На сегодняшний день существует очень много, я вам говорю, снастей, снасток. Вы можете прийти в магазин, будет и с пластиковыми коромыслами, с металлическими отводами, готовые китайские снасти. Ребят, не надо этого делать. Снастью биться карася, еще раз говорю, пришла к нам из Китая, это все забытое, старое. Китайцы делают как можно дешевле, быстрее, грубее, потому что большой крючок стоит дешевле, чем маленький, хороший, с прочной стали. Они их туда цепляют, цепляют его дешевые нитки, вот эти кембрики, силиконы. Смотришь на снасть, такое пешнее, что ее можно бросить, я не знаю, быка какого-то, просто прицепить корову там и тянуть ее. Нет, этого не надо делать, лучше монтируйте снасти сами, делайте их осторожными, и тогда рыба будет клювать у вас намного эффективнее, это 100% проверено.